Вы себе даже представить не можете, насколько странно для меня сейчас сидеть и снимать видео перед камерой, потому что последний раз я видео снимала месяца полтора назад. Вы, конечно, этого не заметили, потому что я очень много видео сняла наперед, поэтому для вас график не изменился, но с конца июля и до сентября я была в отпуске во Франции, и для тех, кто следит за мной в соцсетях, это не будет открытием, потому что я много выкладывала тоже в сторис и фотографии выкладывала, и в сегодняшнем видео я хочу с вами поделиться покупками, которые я сделала во Франции. Некоторые товары здесь достаточно интересные, некоторые такие, скажем так, посредственные и, наверное, скорее предупреждающие, чтобы вы не тратили на них деньги. Не все я вам покажу, потому что некоторые продукты заслуживают отдельного видео, и мы с вами дальше их рассмотрим, а сегодня мы с вами так, пробежимся по основному, но перед тем, как мы с вами перейдем к обзору, если вы здесь впервые, обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы уже подписаны, нажимайте на колокольчик для того, чтобы YouTube всегда вас оповещал, как только мое новое видео выйдет, и, в общем-то, больше мне даже добавить нечего, поэтому давайте переходить к теме видео. Сразу хочу сказать, что Франция, в принципе, меня не впечатлила в плане шопинга, потому что я уже такой шопоголик со стажем, и основную часть косметики, которую я покупаю, я всегда покупаю в США, потому что там получаются самые выгодные цены, и там всегда можно купить и на распродажах, и на скидках, и просто даже если вы покупаете без скидки, и даже с учетом доставки в Украину, все равно получается дешевле, чем вот где-то купить у меня здесь в Одессе в магазине, или тоже во Франции. Я заметила, что цены достаточно высокие. Сифора французская намного дороже, чем американская сифора, поэтому на сифору я так и не сильно обратила внимание, потому что я поняла, что я абсолютно все это могу заказать уже из дома, просто из американской сифоры. Меня больше интересовали те вещи, которые не так легко достать, или, возможно, это что-то новенькое для меня. И давайте начнем с вещей, которые я купила не во Франции, но я купила для Франции, и это очищающие салфетки, вот такие, от марки Yes Too, и у меня конкретно вариант Blueberries Age Refresh, то есть они как анти-эйдж, хотя я не знаю, как салфетки для снятия макияжа, могут быть анти-эйдж, но тем не менее, я купила вот такие салфетки для того, чтобы не тащить с собой какие-то огромные банки там мицеллярной воды или каких-то очищающих средств, потому что я знала, что это в путешествиях будет неудобно. Что касается вот этих салфеток, они мне очень понравились, действительно хорошо смывают макияж. Какой бы насыщенный макияж лица я ни делала, в конце дня мне хватало одной единственной салфетки для того, чтобы все убрать с лица и после этого умыться и чувствовать себя отлично. Здесь в упаковке 30 салфеточек, мне хватило на все путешествия, и даже еще пару штук осталось, потому что я не каждый день делала макияж, но я посчитала, что 30, даже если я буду каждый день краситься, то 30 дней хватит для того, чтобы там израсходовать эту пачку до конца. То, что я купила там, это средство для очищения лица от Avene. Честно вам признаюсь, не понравилось мне это средство за те деньги, за которые я его купила. Я не помню точно, сколько это стоило, потому что чек я уже, к сожалению, выбросила, на все оставила, вот на Avene этот выбросила. По-моему, в районе 16 евро стоила вот эта упаковка. Ну, у меня это очищающее средство не вызывает никаких эмоций, честно говоря. Ну, обычное нормальное средство для очищения. Нормально очищает, ну, как бы нет ни очень сильного чувства стянутости, ни какого-то увлажнения. Здесь написано, что это экстремально мягкое очищение лица. Ну, я на самом деле какого-то экстремальной мягкости какой-то не заметила. Обычно, совершенно обычно. Поэтому, если вы будете гоняться за Avene, то я бы вам не советовала. Купила я тоже роликовый дезодорант от Vileda. И он у меня с гранатом. Попался он мне в какой-то аптеке. И вот сейчас вот подняла чек, который у меня остался. Стоил он 6,90. Если вы не впервые на моем канале, то знаете, что я предпочитаю все-таки натуральные дезодоранты, потому что меня очень сильно пугают эти все исследования насчет того, что дезодоранты могут провоцировать рак груди. Очень много всего я наслышала в этом плане. Поэтому я склоняюсь все-таки к более натуральным. И хочу я вам сказать, что вот этот от Vileda единственный, наверное, который мне пока понравился больше всего из всего, что я пробовала. Потому что, во-первых, что мне понравилось, он не масляный. У него в составе здесь есть какие-то экстракты и масла тоже. Но он абсолютно не масляный. Вот такая вот масляная консистенция, это то, что меня действительно очень сильно раздражает вот в таких вот роликовых дезодорантах, потому что оно очень долго впитывается и потом пачкает нижнее белье и одежду пачкает. Поэтому я это просто терпеть не могу вот в таких вот натуральных дезодорантах. Этот же больше как будто на спиртовой основе такое впечатление. То есть да, здесь вода, а потом на втором месте идет спирт и дальше уже все как бы составляющие. Мне понравилась эта больше текстура, потому что наносишь и вот из-за того, что спирт чувствуется, быстро он начинает выветриваться с подмышек. Но работает неплохо. Он не защитит в каких-то там суперстрессовых ситуациях. Вот я, например, больше всего начинаю потеть как раз-таки, когда я там нервничаю или что-то меня волнует. Вот в таких вот ситуациях меня он не спасает. Что касается какой-то просто типичной жары, то для жары он лучше работает. Дальше набрела я его Франции на такой магазин, который называется Nocibe. В нем представлена как косметика класса люкс, так и более такая бюджетная. И у них также есть свой бренд внутри этого магазина, который так и называется Nocibe. И меня это очень заинтересовало. Как раз-таки его я хотела попробовать в первую очередь, потому что эта марка для меня была новой. И я взяла несколько средств. Одно из них очень сильно полюбила. Это вот такая вот помада. Называется она Nocibe Heaven Lipstick. И очень она классная. Вот реально очень-очень приятно, очень классная. У нее здесь вот такой вот мягкий аппликатор-подушечка. Очень комфортно наносить на губы. Кстати, на губах она у меня сейчас как раз-таки и находится. Оттенок этот первый, Sweety You. Очень-очень-очень мне понравилась эта помада. Она, в принципе, нельзя сказать, что прям совсем бюджетная. Ее цена 13,95 евро. Там были и подешевле помады, скажем так, даже внутри этой линейки. Вот эта, наверное, была самая дорогая. Но мне она очень понравилась. Посвочу сразу я поняла, что она будет вот такой масляной, комфортной, увлажняющей. И это та помада, которую нанес, и очень комфортно. Как будто бальзам, но при этом еще и у тебя красивый цвет на губах. Единственное, что мне не понравилось, это выбор оттенков. Потому что первый красивый, все остальные какие-то, не знаю, какие-то странные. Какая-то фуксия, какие-то барби цвета. Потом ярко такой красный, вроде бы как классический. Но в то же время вот в такой вот текстуре масляной я бы не рискнула носить вот такой вот насыщенный классический красный цвет. Поэтому я выбрала себе только один, вот этот первый. И все остальные какие-то странные. Если вы пробовали от Too Faced помады, которые из линейки Melted, то это, грубо говоря, то же самое. Также на себе я взяла вот такую вот штучку, которую даже не знаю, как это описать. Это двухсторонний, наверное, карандаш. С одной стороны, это кремовые тени, да, вот такие вот в стике. Очень красивого оттенка шампанского. И с другой стороны, это просто классический черный карандаш. Мне это средство очень нравится. Я его использую практически ежедневно. Очень такой вот ленивый макияж можно с помощью вот этого одного единственного стика сделать. То есть вы быстро что-то там закинули, какой-то оттенок в складку. На веко можно нанести вот этот кремовый стик. Красиво сияет, так вообще выглядит очень симпатично. И можно также сделать какую-то или стрелочку, или мягкую стрелочку с помощью этого карандаша. Понравилось мне это средство, постоянно им пользуюсь. Также я взяла попробовать тональную основу от Носибе. Это конкретно сатиновая серия. И оттенок здесь я взяла третий Сейбл Моен. Да, Сейбл Моен. Для меня этот оттенок очень темный. И он также немножко даже не с розовым подтоном, а скорее с терракотовым подтоном. Кстати, я это заметила во Франции вообще эту проблему. Потому что светлых оттенков там не так уже и много. И даже если на тестерах светлые оттенки есть, то в наличии могут не быть. Потому что, как я уже сказала, они не очень популярные. Их как будто туда просто не завозят. Третий оттенок, как я и сказала, для меня темноват. Но я могу его вполне использовать, я не знаю, для смешивания или для работы, если на ком-то буду делать макияж. То есть в ней сияния как такового нет. Она все равно превращается как будто немножко в пудровый эффект на лице. И при этом достаточно стойко держится. Тем не менее, не могу сказать, что я бы рекомендовала эту тональную основу покупки. Потому что ничего сверхъестественного и особенного я в ней не заметила. И стоит она достаточно дорого под 20 евро. Что-то вот в этом районе. И еще одно средство, которое я вообще не знаю, чем я думала, когда я его брала. Ну, наверное, уже схватила, просто потому что, знаете, в азарте была. Это что-то типа теней, только опять-таки вот в таком вот стике. В первую очередь видите аппликатор, а само средство находится вот там вот в крышечке. Я думаю, вы знакомы уже с такой системой. Я выбрала оттенок, который называется 10 Sensual Pink. И нам вот в магазине, я когда делала свочи, мне очень понравился этот оттенок. Он был такой вот лиловый, немножко как вот переливающийся сатиновый. Я когда пришла домой и посмотрела на него, меня он совершенно не впечатлил. И когда я нанесла его на веко, то я вообще плевалась очень долго. Потому что эти тени скатываются, ну, я не знаю, где-то может за полчаса максимум. То есть они уже начинают выглядеть просто отвратительно. И этот оттенок просто полностью исчезает с века и остается только вот такими скатанными полосочками где-то в складке века. Поэтому отвратительное средство, вообще никому не рекомендую. И это было все, что я купила в Носибе. Дальше я пошла в магазин KIKO. KIKO меня там очень поразил. Это, наверное, единственный магазин, который меня действительно впечатлил во Франции. Потому что там в наличии было все. Вот просто, наверное, все, что KIKO делают. Вот там в магазине все было представлено во всех оттенках. И очень много чего было в наличии. То есть с наличием проблемы практически не было. Что я там купила и что стало моим огромнейшим просто фаворитом? Это тональная основа от KIKO, которая называется Skin Tone. И оттенок я выбрала себе нейтральный 20. Оттенков там огромное количество. Я не знаю, может оттенков 30, может даже больше оттенков. Там есть как розовый подтон, так и теплый подтон. Там есть нейтральные тона. Короче говоря, там огромное количество оттенков. Я там стояла только свочила где-то минут 15 для того, чтобы подобрать то, что мне подойдет. И вот этот 20 нейтральный действительно очень классно подходит. У меня сейчас эта тональная основа нанесена на лицо. И я там во Франции постоянно им пользовалась. С помощью этой тональной основы можно сделать от легкого до среднего приблизительно покрытия. Ее вообще не видно на лице. То есть ее после того, как растушуешь, вообще не видно на лице. И вообще не видно, что ты чем-то накрашена. Это уникальная просто тональная основа, которая действительно круто смотрится. Очень стойко держится. Я целый день там могла лазить по каким-то экскурсиям, где-то ходить, где-то гулять. И при этом вечером она все равно на мне была и нигде не сползала. Если вы хотите, чтобы я на нее сняла отдельный тест-драйв, обязательно напишите в комментариях. Я тогда ее нанесу. Целый день с ней буду ходить, показывать вам чекины, показывать, как она держится у меня на лице. В общем-то, если интересно, то пишите. Ну, действительно потрясающая тональная основа. SPF 15 тоже здесь у нее есть. Я не знаю, что еще такого хорошего про нее сказать. Но это, наверное, сейчас моя самая любимая тональная основа. Я вот приехала в Одессу. И в Одессе она работает как будто еще лучше, еще приятнее, еще как-то более увлажняющей. Она кажется на лице. Я ее могу сравнить с Bourjois Healthy Mix. Если вам нравится эта тональная основа, то Kiko вам понравится еще больше. Они похожи, но Kiko для меня лучше. И также в Kiko я еще несколько вещей взяла, но, к сожалению, больше ничего по себе такого сильного впечатления не оставила. Я взяла маркер для бровей, который называется, ну, собственно, он так и называется, Eyebrow Marker. Я взяла оттенок 01 для блондинок, и он оказался слишком рыжим. Мне нравится, как он наносится. Мне нравится, как он выглядит в бровях. Действительно, можно создать такой эффект волосков, особенно у основания брови. Действительно, хорошо работает, но вот оттенки какие-то не очень удачные. Более темные, они какие-то тоже холодные. Я хотела найти какой-то немножко более теплый или нейтральный оттенок каштанового. Вот такой вот приблизительно, как у меня в корнях волос. Но там ничего такого не было. Самое близкое, что мне могло подойти, это вот этот первый оттенок для блондинок. Но он слишком какой-то рыжий. И поэтому в бровях у меня выглядит странно, скажем так. Поэтому оставлю, возможно, для кого-то другого подойдет лучше. Но для себя я им пользоваться точно не буду. Маркер этот, кстати, совершенно недорогой. Он стоит 5,95 евро. Тональная основа, я не сказала, 15,95 евро стоит. Дальше купила тоже вот такую вот помаду. Это линейка Jelly и оттенок 503. На самом деле, она меня разочаровала, потому что она вот такая вот желейная. Она очень быстро скатывается в что-то такое очень неприятное с внутренней стороны губ. И как это ни убирай, все равно потом она постоянно-постоянно-постоянно скатывается. Поэтому я, когда ее тестила в магазине, у меня было впечатление, что такое может произойти. Но мне просто настолько понравился оттенок. Оттенок действительно очень красивый. И мне показалось, что у меня ничего подобного нет. И я надеялась, что, может, я все-таки смогу ее заставить работать хорошо у себя на губах. Ну, может, когда-то еще носить буду, но только вот из-за этого оттенка, если он мне срочно понадобится. И будет очень хорошо подходить под мой какой-то определенный образ. Еще в кейка я взяла карандаш. Это голубой пастельный оттенок номер 11. Я, когда его засвочила в магазине, он мне очень понравился. Потому что действительно уникальный цвет. И я подумала, что если он так хорошо свочится, это же он вот так вот будет выглядеть на глазах. И я, когда его протестировала, конечно, я разочаровалась. Потому что на глазах он так насыщенно не наносится. И быстро начинает угасать с глаз. Как-то он мешается с тенями, мешается не знаю даже с чем. И начинает с глаз пропадать. Поэтому вот такого насыщенного оттенка вы от него, к сожалению, не получите. И последнее, что я уже схватила на кассе, когда стояла. Сначала это вообще не заметила, а потом уже, когда на кассе рассчитывалась, схватила, потому что было сильно интересно. И я сейчас говорю о автозагаре от кика. И что меня, кстати, подкупило, потому что автозагар меня вообще очень сильно пугает. У меня всегда появляется страх, что я его как-то нанесу, а потом буду как леопард в пятнах ходить. Поэтому автозагар меня в целом очень пугает. Но что меня здесь подкупило, здесь написано, что он постепенный. То есть после первого применения вы не получите такой эффект, как будто вы жарились под солнцем, я не знаю, на протяжении месяца. Эффект должен быть очень-очень-очень постепенным. Поэтому я еще даже не пробовала, я до сих пор трушу и не могу заставить себя попробовать это средство. Но обязательно попробую и вам потом доложу, работает оно или нет. Но, тем не менее, купила. И, кстати, стоило оно не очень дорого. 7,95 за вот такое вот бутылище. И здесь написано, что подходит это и для лица, и для тела. И последнее средство, которое я вам покажу, вполне можно было купить и здесь, в Украине. Но просто сколько я не ходила, всегда мой оттенок был распродан. И я сейчас говорю о тональной основе от Bourjois Healthy Mix. Это уже обновленная версия тональной основы. Предыдущую я просто обожала, особенно в варианте Serum. Сейчас они объединили как обычную Healthy Mix и Healthy Mix Serum в одно средство. И вот это оно, собственно, и есть. Мне кажется, они его не испортили. Остались все те же преимущества, которые были и раньше. Но при этом, мне кажется, покрытие, возможно, немножко более плотное. Скажем так, среднее. Чуть-чуть вот на волосину выше среднего, может быть. Очень нравится мне эта тональная основа. Действительно, это, наверное, самая лучшая тональная основа из бюджетной линейки, которую легко достать, которую легко купить. Вы в любой магазин, если зайдете, она там, скорее всего, будет продаваться. Что же касается Kiko, она мне сейчас нравится немножко больше, но Kiko все-таки немножко сложнее достать. И она стоит дороже. Потому что эту тональную основу я купила, сейчас вот в чек смотрю, за 12.90. И у нас в магазинах она приблизительно так же стоит. Kiko у нас стоит гораздо дороже. Практически в два раза дороже эта тональная основа стоит. Поэтому, если вы где-то будете за границей покупать, возможно, я бы рекомендовала Kiko. Но если вы будете покупать у нас, то я не знаю, они очень похожи. Kiko мне нравится, как я уже сказала, немножко больше, но не настолько больше, чтобы вот настолько больше переплачивать. Буржуа идеально подходит для тех, у кого нормальная кожа, у кого сухая кожа, у кого комбинированная кожа. Для жирной я бы не рекомендовала, наверное, эту все-таки тональную основу. Но она очень классно выглядит на лице. Хорошо маскирует какие-то недостатки, не пересушивает кожу, не выглядит как-то гадко на протяжении дня, не начинает заваливаться куда-то в морщинки. В общем-то, потрясающая тональная основа из бюджетного сегмента. Абсолютно всем ее рекомендую, кроме обладательницы жирной кожи. Если у вас ее нет, надо покупать 100%. Фух, ну вот, собственно, мы с вами добрались до самого конца. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если вас интересуют какие-то отдельные тест-драйвы на что-то или, я не знаю, какой-то более подробный обзор, вы мне обязательно об этом сообщите в комментариях. И подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. И мы с вами увидимся в следующих моих видео. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!